Обнимите друг друга, семья. И это не просто наигранные слова. Мы действительно чувствуем себя как дома. Вы знаете, уникально я езжу по миру в разных странах. И уникально то, что куда бы мы ни попали, люди одного Духа, они все чувствуют себя как семья. Нам не нужно ознакомиться, мы как будто все друг друга знали сто лет. Это соединение Духа. Ты знаешь, я тебе прямо сейчас новость скажу. Знаешь, почему ты чувствуешь, что мы знали друг друга сто лет? Потому что мы реально знали друг друга сто лет. Я вам еще открою один секрет. Знаете, почему, когда ты встречаешься с некоторыми людьми, я сразу будем сносить башню, начнем там, где мы закончили. Сразу не теряя времени. Потому что в вечности, до того, как ты вошел в это тело, это были твои лучшие и лучшие друзья. Может, некоторые сейчас не верят мне, но вы мне очень-очень поверите, когда мы с вами все соберемся там. Мы все ближайшие друзья друг к другу. С Иисусом мы все планировали вместе. План спасения. Господь не может ничего сделать. Его невеста должна была быть вовлечена во все планы и цели. Всегда. То, что у тебя сейчас на время лишена память, не обращай на это внимания. Это все мелочи. Ты все поймешь. Кто-то пытается разобраться с вещами, можешь забыть за это. Перестань разбираться с вещами, все равно ничего не поймешь. От тебя скрыты некоторые вещи для твоего же блага. Твой дух, он может абсолютно верить. Мы знаете, мы вчера с вами три часа лились вещи. И вы знаете, по статистике, я учитель, я изучал некоторые вещи. И мы сегодня с пастором Александром утречком немножко разговаривали. Я говорю, человеческий мозг не может воспринимать информацию более 45 минут без 15-минутного перерыва. Вы все в курсе, да? Вы знаете, почему мы вчера сидели все три часа, и мы не хотели расходиться? Потому что твоя голова не участвовала. Твоя голова не участвовала в том, что происходило. Это было настолько из духа в дух, что твой дух ушел голоднее, чем он пришел. И ты готов был еще сидеть, если бы не твое тело, твой дух готов был сидеть еще три. И мой дух готов был говорить еще три. Поверьте мне, я такой думаю, мне что-то не хочется уходить вообще. Никуда. Здесь так классно. Здесь так классно. Ничего не надо пробивать, ничего не надо воевать. Все отвоевано, церковь. Знаете, нужно забыть за вот эти войны. Если Бог тебя ведет в войну, сто процентов. Но перестань морочиться, если тебя никто туда не вел, никто тебе не говорил, не морочь себе голову. Если бы вы знали многие вещи, в которые вводит нас Иисус, Он до этого 10 лет, например, подготовил платформу для тебя, А ты врываешься, как будто тебя здесь не ждали. И пошли в движение ходатайские на молитвы. Посты, Бог говорит, успокойся, я все уже сделал. Зайди и сделай вот это. Поначалу мы такие были, знаете, ох. А вон, когда нам Бог дал вторую церковь в Портленде, мы уже намного расслабились. О, намного. Мы уже просто вошли в обещание. Просто вошли в обещание и все. Бог, ты сюда нас послаешь, посылаешь. Мы пришли противостояние дьявола. Дьявол, а ты знаешь, ты тут не должен быть. Знаете, мы раньше начинали с ним воевать. Не надо с ним воевать. Ты его должен выгнать. Знаете, это как люди, которые живут нелегально в доме. Ты с ним, ты заходишь в дом и всегда устраиваешь скандал. Выходи отсюда. Не выйду. Ты просто должен зайти. Взять его чемодан и выставить. Потом сказать, третий дверь, скажем, пошел отсюда. Эта территория не твоя. Знаете, в этом доме надо перестать действовать, так как церковь действует. Нам нужно войти в обещание. Вы знаете, почему церковь воюет с дьяволом? Открыть вам секрет. Потому что она до сих пор живет во времени, где он еще имеет власть. Сейчас я кое-что скажу для вас. Очень уникально. Дьявол побежден. Вы знаете, почему дьявол еще не побежден? Вот сейчас вот типа как бы. И ты с ним воеваешь. Потому что ты по плоти живешь в Ветхом Завете. Духовные личности вышли из времени, убедились, что дьявола в духе нет и он побежден вне времени, вошли в победу, и он не может атаковать тех, кто живет вне времени. Атакованы те, кто живут во времени и до сих пор не поняли план искупления. Кто-то меня понял, нет? Кстати, сегодня уникальная тема. Она примерно вот сюда идет. Я так и начал. Тема называется Свергнувшее бремя времени. Свергнувшее бремя времени. Время это бремя. Для некоторых вас это будет бомбище, поверьте мне. Ты все еще ждешь, ты все еще ищешь, ты знаешь, что в духе все найдено, все сказано, все сделано, совершилось, ты исцелен, освобожден и дьявол побежден. Но не там, где ты думаешь, не там, где ты живешь. Слова Иисуса для тебя будут, не будут значить ничего, если ты живешь этим временем на этой земле. Для тебя будут болезни, атаки, сатана будет во власти, и ты ничего не поймешь. Ты читаешь Библию, и ты смотришь, не верю, не понимаю. Потому что Библия не написана для плоти. Библия дана духом, для духа. Для тех, кто понял, как я вам сказал, первое служение, где я разложил грех во времени, и где Бог вышел из времени и собрал весь этот грех уже наперед. И ты должен жить уже вне всего этого. Ты не... Знаете, Библия говорит, ты победитель, а ты исповедуешь. Да, Господь, я буду победитель. Ты же честный. Ты же честный, ты же не будешь врать Богу, ты же еще не победитель. Бог сказал, мне ваша честность, это ложь. Потому что моя истина уже забежала вперед, увидела, победила, и мы с вами достигаем победы. Он говорит, вы победители. Да, Господь, я понимаю, ты сказал, мы понимаем. Мы победим, мы еще покажем этому сатанюке. Ведь что вы ему показываете, все показано давно уже и рассказано. Вне времени. А церковь, о, мы идем, и мы завоюем и возьмем. Все завоевано, все взято. Алло. Ну, для нас абсолютно... Сейчас, если слушает меня твой мозг, тебя будет разрывать на куски, потому что все, что я говорю, абсолютно противоречит тому, что ты видишь. А кто тебе вообще сказал, что ты что-то видеть должен? Свергнувшие бремя времени. Бог мне сказал, сын. Прямо сейчас, прямо сейчас. Знаете, как свергается бремя времени? Ты принимаешь решение. Свергнуть время времени тебе займет... Это процесс. Это... Ты можешь принять решение сразу. Принять эту истину. Но тебе еще придется некоторое время походить в сражении с некоторыми элементами. Но я тебе скажу, когда ты выйдешь из всех этих моментов, ты будешь шокирован, что на тебя не действует все, что делает дьявол. Потому что оно действует только на тех, которые живут в этом времени. Ты дух. До тех пор, пока ты дух... Извиняюсь, до тех пор, пока ты тело... Почему написано, поступайте по духу, живите по духу? Библия прописана. Дух, 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 дух. Мы ничего не понимаем. Дух вне времени. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Это значит, когда ты в духе, плоть не имеет ничего общего, ни с чем. Она потерялась во времени. Послушай. Прямо сейчас ты можешь принять решение жить или жить под бременем времени или быть Его истинной невестой, Его церковью и свергнуть бремя времени. Свергнуть. Послушай. Если ты такой, примерно, как я, до ужаса честный и все, пытающийся понять, Библия тебе будет приводить в очень серьезное разочарование. Именно Библия. Ты будешь ее читать и ты будешь болеть просто. Потому что все, что она говорит, оно не будет подходить к тебе вообще. Ну, не так ли церковь? Я верю. Да, ты веришь, но ты не живешь. Верь. Тряси там. Вера без дел мертва. А наша вера вообще никогда дел не имела? Она просто вот верит вот... Я переверю, кого хочешь. Она толку не имеет никакого. Это вера вот эта вот. Надутая вот эта. Знаете, у нас не вера, у нас... Это, знаете, у нас напряжение. Это можно назвать такое физическое напряжение. Ты больной, косой, хромой. Я не больной. Нет, ты упертый и тупой. Ты уперся по своим мозгам тебе в харизматической церкви, где там сказали истину, и ты ее исповедуешь, Алевая. Исповедуешь. Она не имеет никакого отношения к тебе вообще. Как бы мне объяснить эту вещь, Боже? Да, где? Правильно. Скумекать все это сложить. Чтобы донести. Свергнувшее время времени – это живущие небесными событиями. Итак. Другими словами. Человек, живущий во времени, он открывает новости. И он живет вот новостями. Маркет, деньги, структуры, падения, подъемы, дороги, погоды. Все-все-все-все-все-все-все. Он живет этим. Человек, который является церковью Христа, у него абсолютно другое новостное агентство. Вы это понимаете? Абсолютно другое новостное агентство. То есть он абсолютно подпитан с новостей, которая вне времени. Некоторые люди говорят, так почему же время так важно? Нет, если бы оно было так важно, Бог бы изменил что-то. И оно абсолютно не важно. Все важно в духе. Ты знаешь даже то, что ты смертью называешь, смертью? Ты говоришь, это смерть. Бог физическую смерть смертью вообще не называет. Библия говорит, мы еще туда дойдем. Библия говорит, он говорит, кто верует у меня, тот никогда не умрет. И до сих пор все как бараны, уперлись, уперлись. А почему мы умираем? До сих пор теологи колбасятся. Иисус сказал, не умрете, все померли. Да потому что мы не из духа, мы по плоти. У нас вообще ничего общего с духом нет. Это вообще Богом смертью не называется. Это переход. Выход из тела. Смертью Библия называет вторая смерть. Кто-то понимает, взрослые люди здесь есть? Для Бога это не смерть, для Бога то смерть. Библия говорит, вы не умрете вовек у фарисеев. И у всех остальных фарисеев, живущих по сей день. И до сих пор это место отодвигают. Ну Иисус, наверное, что-то он имел в виду, или перевели неправильно. Но, во-первых, это смертью не называется. Перестань называть физическую смерть смертью. Успокойся, это не смерть, это переход. Ты просто свергнул футляр, перешел в жизнь. И вот там ты предстаешь на настоящее все. Если тебя правдам суда ты не видать не будешь, наоборот, ты даже будешь ангелов судьи. Если ты его невеста, там вообще другая, но все предстают туда. И там написано, и будет смерть вторая. Вот это смерть вторая. Первая смерть, это для нас названо, типа для полуумных. Вот это первая смерть. Но Библия это смертью вообще не называет. Это не смерть. А мы говорим, кто-то умер, кто-то умер. Никто никуда не умер. Ты просто его не видишь. Алло. Алло, успокойся. Никто не умирал. А, доченька ушла. Я понимаю твое плотское отмороз и твои эмоции, и твое непонимание божественных планов. И ты всосался в плоти крови. Ты бедный, не можешь жить без того, что ты видишь, щупаешь, нюхаешь, трогаешь. И ты доченьку потерял. Нет, ее просто не видишь. Доченька стоит прямо рядом и говорит, ой, Боже мой, успокой папу. Вы понимаете, насколько далеко мы все заплыли не туда, насколько нас всех увели не туда. Все термины в Библии сгажены временными, плотскими, плотским идиотизмом учителей. Ты должен все понимать, как дух, вышедший из времени, тогда все начинает работать, приобретать другие краски. И ты такой, оу, вау, что это? И оно раз работает, два работает, хляв, все работает. Даже то, что по старому завете открыли церковь, вы знаете, что вы плюнули на то, что происходит, и вообще вышли из времени и сказали, да тут не то, что что-то будет, тут уже все есть, просто надо взять и сделать. Оно есть, в духе висит. Тысячами лет. И никто не хочет выйти из времени, взять и принести его сюда. А что это у вас такие чудеса, которых нигде не... Это, наверное, нет, туда нет. Это из времени вышли пастора и достали какие-то чудеса и знамения, которые не принимаются. И Бог дает простым сердцем. Мы живем с вами прямо сейчас в нереальнейших чудесах. А что нас ждет дальше? Мы уже привыкли к елею, к золоту, к видениям, к транспортациям, к Богу, к трансам. Уже привыкли. У нас на крыма там ползала, фу, ушло к Иисусу, аллилуйя. Чего вы? Потому что наша с вами война не с этим миром. Наша с вами война с вот этим миром. Вот он. Вот он, мир. И учителя, вот эти умняшечки все собираются, консилиумы, вот эти все, вот эти, знаете, прибамбасы, и они разбирают слово. Ты откуда, с какой небоскреба упал? Слово ты разбираешься, ты только открыл, слово тебя разобрало, размяло, отмассажировало и убило. Слово он разобрал, умом. И вот и мы разбираем голову какую-то. Вы тут? Будь дух, пожалуйста. Значит, ты меня не поймешь. Будь духом. Я проповедую к духу. Вчера, если тут были мозги где-то, сидели на лавочке мозги, им было так тяжело. Вот если были мозги, если где-то на лавочке лежали мозги, там было все, полный вынос мозгов. Если там был дух, то дух наслаждался, прыгал, танцевал и там чечетку отбивал. Вот это оно. Когда Иисус говорил с учениками, он его мучил, он говорит, ну не понимают, Господи. Все, что он хотел сказать в духе, они не понимали, ему переводить в притчи надо было все. Чтобы хоть как-то, хоть как-то, хоть где-то, каким-то краем зацепить это плотское поколение, которое ничего общего не имеет с духом. Послушай внимательно. Все обещания Бога, все обещания Бога в Библии, они вообще не рассчитаны на время. Они все висят вне времени и ждут тех, кто выйдет и возьмет их вне времени. Они активизируются только с теми, и они активизируются теми, кто выходит из времени. Ты понимаешь, о чем я говорю здесь? Точно так, как омытие греха, оно активизировалось, оно активизируется, оно понимается в вышедшем из времени. Если ты живешь в времени, у тебя будет полное замешательство и полный кошмар с грехом, потому что ты живешь во времени, ты не понимаешь, я еще ошибаюсь, Иисус. Иисус говорит, нет, ты не ошибаешься. Основная часть проблем в церкви, потому что она хочет достигнуть во времени то, что достигается вне времени. От этого кошмары, болезни, развалы, потому что мы пытаемся достичь во времени то, что обещано вне. Все вещи, которые Иисус обещал, которые прописаны даже в некоторых моментах апостолами, сегодня мы прочитаем, сегодня мы пойдем в Слово, они доступны личностям вне времени. 1 Коринфянам 2.6 1 Коринфянам 2.6 Мне нравится Павел, мне так, вы знаете, мне одно вещь, я просто вот, ну, мне так жалко, что Павел иногда, только иногда касался реальной мудрости. Только иногда касался глубин, и вот это одно прикосновение Павла глубин, и он не мог, он говорит, я не могу с вами даже говорить нормально. Вы сплошная плоть, вас опять надо приводить к покаянию, вообще ничего в Коринфе там не понимаете. У него сердце болело, он говорит, я хотел бы говорить с вами как взрослые, я хотел бы принести вам эти глубины силы, я говорю, ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю, Баре Господи, ну почему, кориды они были такие отморожены? Вот из-за них все. Замотали, закутали там, га-ха. Из-за них все. Много чего он не написал. Ну вот здесь у него прострелило. Мне так нравится эта вещь. Естественно, я буду читать не с сильно дальнего, с перевода современного. Итак, 1 Коринфянам 2,6. Смотри, здесь я начну где-то с середины. Он говорит, мудрость же мы проповедуем, слушай внимательно, мудрость же мы проповедуем, мы возвещаем среди людей духовно зрелых. Смотри. Это не мудрость этого мира и не мудрость властителей этого мира, которые обречены стать ничем. Нет, мы говорим о тайной мудрости Божьей. Вот что. Послушай. Тайной мудрости Божьей, которая до сих пор была скрыта, но еще до сотворения мира предназначена им для нашей славы. Ты можешь себе представить? Она висит. Она доступна. Она вне времени. Она предназначена до всего. Как? Она уже есть. Есть. Все есть. План искупления еще сатана не родился был. Ты скажешь. И знаете, и вот здесь начинается метель и пурга. У-у-у-у. А может, Иисус, Господи, у меня такая вот созрела мысля такая у меня в плотском моем унитазе вот здесь. Или, да знаете, иногда головой даже нельзя назвать. И там смывайся. А можно было сатану и не изобретать. И Бог такой сидит на троне. Вау! Слушай, я и не допер, да это вообще. Лучше, если бы не ты со своим унитазом, то я вообще такая мысля бы прошла мимо. Ах, Господь, спаси и сохрани. Ну, у тебя же была такая мысля в унитазе, я знаю. Потому что в моем унитазе когда-то ты выглядели побольше мысли. Пока Бог не смыл все и сказал так, снеси унитаз. Он не рождет. Ты, ты, голова вообще, твой мозг не предназначен думать о духовных вещах. Он тебе дал разобраться на этой земле. Так только вещи касаются духа, отключаем. Мозг все равно ничего не примет, ничего. И он просто будет в коме кивать. Вот примерно, как было вчера вечером. Дух ел, а мозг в коме такой духовной кивал. Потому что все равно ничего не понимал. Смотри. Смотри, что здесь говорится. Я тебя верну. Я верну тебе. Дух ел, которая до сих пор была скрыта. Но еще, слушай меня. Но еще до сотворения мира. До сотворения чего, Паша? А? До сотворения чего? Мира? Так мир еще не был сотворен, и это уже было доступно. Да. Бог, он живет в абсолюте, я еще раз говорил. Если ты живешь даже вечностью, раем, ты уже пролетел. Потому что это очередное творение, просто вечное, не вечное, вечное все, все вечно, все невидимое, вечно, все видимое, не вечно. А есть еще ступень абсолюта, где живет дизайнер. Надо понимать меня. Объясняю. Завод БМВ. Дизайнер. У него есть завод. У него есть свой офис красивый. И он приходит в этот офис, работая над дизайнами. Но он не живет в офисе. Да, израиль. У него есть место. Даже его трон. Это его обиталище, которое он создал. В начале трона не было. О, это вынесет сейчас все. Потому что в начале, как бы, а что бы, трон Бог создал потом для себя, чтобы сидеть. Ну, стул сделал, дизайнер. Надо же сидеть где-то и чертежи делать. Серафимы. Пуф, загорелся. Серафимы от слова «сера». Это ангелы, которые пылают. Они горят в огне постоянно и летают вокруг него. Это атомные вспышки. Серафимы. Серовимы. Архангелы, ангелы. И он сидит дизайн, дизайн, дизайн. Но он живет в Абсолюте. Где там уже все было. И на заводе просто все штампуется. В вечность называется завод. Смотри. Скрыто еще до сотворения мира. Предназначено. Никого еще из нас не было. Она же нам все предназначена. Им для нашей славы. Те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее. Иначе они бы не распыли Господа славы. Они бы были в курсе дизайна. Раз они распыли, значит, это вообще не то и нигде. И это... Смотри. Читаем дальше. Ну, смотри. Иначе не распыли Господа. Но как написано. Не видел глаз и не слышало уха. И не приходило на сердце человеку то, что Бог приготовил любящим его. Нам же Бог открыл это духом. Стоп, 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 стоп. Я здесь уже потерялся. Мозгами. Не видел глаз, не слышал уха. А нам все открыто. Ха? Так о ком ты говоришь? Он говорит о тех глазах и ушах. Он не говорит об этих. Духом, как я вчера говорил в гугле, все открыто. Тик. Вау. Ты понимаешь? Еще раз прочитаю. Потому что, знаете, это место, оно настолько изнасиловано духом религии, что даже все, что читается, уже имеет свои стереотипы. И ты уже, ты уже неправильно, а уже течет все в мозгах. В мозгах должно вообще, не должно ничего вообще течь. Смотри. Не видел глаз и не слышало уха и не приходило на сердце человеку. Ты чувствуешь, что вот слово человек? Вот оно, человек. Слушай дальше. Что Бог приготовил любящим его. Вот он. Нам же Бог открыл это духом, потому что духу известно все. Известно все. Как я вчера говорил. Мы знаем все. Знаете, почему люди ходят и говорят, а вот ты мне докажи. А вот ты мне эту истину объясни. А вот ты подтверди словом Божьим. Знай. Это люди вообще ничего общего с духом не имеющие. Люди, только родившиеся свыше, только, только уже поймут то, что я сейчас говорю. Потому что им открыто не мои мудрства. Это распечатывается и распаковывается, разархивируется файлы духом, который уже в нем. Тебе не надо объяснять. Вещи, которые ты еще не допонял, нужно просто подождать. Чью. Потому что доказать ничего невозможно плотскому человеку. Там он дальше пишет. Они не поймут никогда ничего. Ты будешь в Библии показывать. Вот оно душевный не принимает. И он напрочь не видит, что он душевный. Он духовный. Ты говоришь, что про тебя написано. Скажи мне, вот почему ты, вот ты сейчас сидишь здесь, да, вот в славе прошедший интерьер, ты всегда в голове, вот всегда, не то, что в голове, в духе, везде, где бы ты ни ходил, вот ты везде чувствуешь, что ты вот прав. Вот ты сел в церковь, говоришь, фонарь, я бы лучше сделал. Пришел туда, говоришь, это вообще какой-то отстой. Слушай, этот пастор вообще заморочил всех его этого. Посмотрел на него, слушай, а это же вообще не пастор даже. Кто его сюда поставил? Ты не был шокирован самим собой, откуда ты такой всезнайка, всепонимайка? А оказывается, ты прав. Шокирующая истина в том, что ты вот только родился свыше, прошелся по всем, и ты уже все знаешь. Ты даже не задумываешься над тем, что ты все знаешь. В духе. Ты себя постоянно останавливаешь. Господи, что это я себе думаю про этого брата? Он так славит Господа, а все тебе внутри, говорит, да он понтуется, это фонарь все вообще. И там ходит какой-то, знаете, там прославляшка. Господь, я славлю тебя. И ты такой, твой дух говорит, вообще, слушай, беги от себя, как тут поклоняться можно? И ты такой, отойди от меня, сатана. Это все плод, я поклоняюсь тебе, Господь. Твой дух орет в твоей уши, стоит по фонаре, говорит, бежи отсюда. Ты не слушаешь свой дух напрочь? Ты говоришь, это я, это я, Господи, это я осуждаю этого брата. Уйди от суждения из сердца моего. Ты уже все знаешь. Научись слышать дух. Не затыкай его. Многие вещи не сказаны тебе, чтобы выбегать на сцену и говорить. Это кукольный спектакль. Не надо. Это для тебя. Я встал и выдул. Это для тебя, чтобы ты не тратил свое время на этот кукольный спектакль. Слушал эти проповеди, которые не проповеди. Слушал эти песни, которые вообще ничего общего с поклонением не имеют. Это прославление поклонения себе. Вы понимаете меня? Духовные понимают. Еще раз тебе подтверждаю и говорю. Ты сидящий, рожденный свыше. Если ты рожден от Бога, ты уже знаешь все. Сюда сейчас выйдет кто угодно. Любой прохожий выйдет. Ты моментально скажешь, кто есть кто. Моментально. Ты скажешь, так кто я? Ты даже не представляешь, кто ты. В тебе живет Бог, который знает все. Ты просто всегда обращаешься не к тому источнику. Ты всегда, когда хочешь узнать насчет чего-то, ты обращаешься. У тебя набирается код сюда. А здесь настолько информации мало. Объясняю. Компьютер, имеющий информацию дома, и компьютер, подключенный к интернету. Это два разных компьютера. И некоторые, у кого отрубал интернет, они знают, о чем я говорю. Накопай в компьютере, в котором ничего нет, что-нибудь. Все работает, все, все процессы, все шурует, все движется, все. И ничего нет. Где интернет? А интернет так сделан, что ты в Гугле выходишь, и ты такой... Б... А Гугл дописывает МВ. Дух уже настолько знает, что ты имеешь в виду, он даже уже... И там надо полгода, чтобы дойти до конца страницы, что имеет в виду Гугл насчет БМВ. Что-то понимаем. Так вот, процесс Плотского. Входящая информация моментально идет в запрос в компьютер без интернета. Духовный моментально вычерпывает информацию из Духа, где знают все и доступно все. И моментально приходит ответ, когда над ним... Там еще полгода разбирают, отлучают, а ты все знаешь. Вот ты худишь, никакой, нигде, по твоим типо словам, и все знаешь. Ты пишешь вообще ерунду. Вот это вот братский совет, вот активно над этим вопросом. Полгода? Боже, или там вообще... Или это у меня вообще здесь ку-ку. Что-то, где-то какой-то серьезный глюк. Он или на этой странице, или на той. Не переживай на той. Потому что, если бы они были Вадимы Духом, не надо братских советов, отлучений, замечаний. Все решается мгновенно, сейчас. Духом Бога! И Дух Бога сам обличит того, кто совершил какой-то поступок. Дорогие, мы должны с вами отпустить все. Жить Духом. И многие из вас знают точно, что такое быть духовным человеком и иметь доступ к духовной информации. И вы же знаете, когда ты напрочь интернет... Ты сидишь, и тебе... Вот ты зашел в здание. Ты знаешь, что у тебя включены все рецепторы, сенсоры, все радары духовные включены? Ты моментально, и в тебя начинает течь поток, потоки информации. Потоки, и ты понимаешь, ой, это изовель, это понты, этому надо рождение свыше, это не пастор. У тебя... И ты такой... И тебе настолько плохо, что ты выдергиваешь кабель этот интернет. Ты такой... Фу. Все, слава Богу, брат, здесь все. А то что-то такое, что нахлынуло тут. Ты знаешь все. Ты просто не обращаешься к источнику, который в тебе уже доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Что это здесь? Я рассказываю тебе о тебе, это не новости для тебя. Вообще не новости. Ты такой, ну да. Ну да. Смотри. Я говорю опять же с духовными о духовном. Тут некоторые, знаете, бывают настолько плотью забиты, что у них тоже свои радары включены. О, Бог. Давайте я не буду тратить время. Это же сейчас разговор со взрослыми. Точка. Кто-то не понял, а не понял, ну иди. Сейчас к тем, кто понимает. Окей, это не та конференция, где я что-то объясняю. Нет времени. Смотри. Нам же Бог открыл это духом, потому что духу известно все. Бэм. Вне времени, вне все. Вот, подключен. Он проникает в все глубины. Ба. При мудрости Божьей. Все глубины при мудрости Божьей. Кто может знать мысли человека, слушай внимательно. Потом он говорит пример. Кто может знать мысли человека, кроме собственного духа, живущего в нем? Так же и замыслов Бога никто не знает, кроме духа Божьего. Слушай внимательно. А мы получили не дух этого мира, а дух от Бога. Ха-ха. Вот тебе доказательства того, что мы все рожденные от Бога, знаем все и имеем информацию и доступ ко всему. Вот почему тебе не нужны учителя. Тебе нужны учителя, чтобы тебя запутать. Ты только родился свыше, ты уже все знаешь. И потом у тебя начинается запутывание. И чем дальше, тем тебе больше нужно объяснений. О, слушай, только родился свыше, все знал. И здесь тебе просто, просто такое, знаете, отупивание пошло. Пришел в церковь Христа. А это не церковь Христа? Церковь Христа вне зданий, вне камер, вне стульев, вне стен, вне наций. Церковь Христа, она вне времени. И братья и сестры, они по духу, они по плоти здесь решили. О, ты теперь наш брат. Ты уже водное крещение принял, да, принял. Хорошо, заходи. Брат Степан, сейчас у тебя исповедание примет. И мы уже совсем тебя возьмем уже у такого качественного брата. Все мозгами. Это вообще с Богом не связано, ничегосенький. Едем дальше. Смотри. Так же из замыслов Бога никто не знает, кроме Духа Божьего. Вот только вот внимательно слушайте, какие бомбы валятся вот здесь сейчас из этого апостола. Мы получили не Дух этого мира, а Дух от Бога, чтобы нам понять все дарованное нам Богом. Об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, но словами, которыми нас научил Дух. А Дух живет вне времени. Слушай, об этом мы возвещаем не словами человеческой мудрости, повторю, чтобы забить это. Но словами, которыми нас научил Дух, мы объясняем духовные истины словами. Слушай, да. Которыми нас учит Дух. Недуховный человек. В синоде написано душевный. Давайте к оригиналу придем. Недуховный. Он не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом судить можно только духовно. Только. Знаете, почему недуховный тебя никогда не поймет? У него нет шнура, подключенного к интернету. Он исследует все три раза, пройдет по всему компьютеру вверх и вниз и скажет, нет этого, это ересь. Это понимание? Он говорит, что это ересь, нет, и он в своем мирском умозаключении, он прав. Потому что то, что я говорю, не существует в его базе данных. Это невозможно понять недуховному человеку. Понимаете, да, почему тебе не надо объяснять? Никакие чудеса не воспримутся. Никогда. Никогда. Написано, мертвых будете воскрешать. Вот, типа, там зуб выскочил. У нас там камешек выпал. Бог мой. И ты такой, Господи, я думал, вот как начнется, как встанут. А они как встали и все сдернули, и тебя послали. О, Бог. Иисус говорит, успокойтесь, мертвых будете воскрешать, и не поверят никогда вообще. Вот лежит труп, встал. Не верю. И потом, как фарисеи скажут, надо убить Иисуса и Лазаря, потому что они там слишком много там завоскрешались. Все верят теперь в это. Представляешь, насколько в уме нет ничего, и в духе вообще не прослеживается ничего? Они знают, что Он воскрес, они знают, что это Иисус Христос. Они знают, они не могут. И теперь им нужно просто убить это все, убрать. Точно так и у тебя с плотскими людьми, они никогда не поверят, им надо тебя отлучить, выкинуть, изблевать, потому что ты зараза. Ты духовно рогде активен, ты заражаешь всех своим духом. Чего ты теперь умнее пастора, если пастор не духовный идет? Абсолютно. Не просто умнее, мудрее на уровнях там и слоях там вообще. Скажи, у меня мудрость Бога. И мы сейчас с вами разговариваем с позицией мудрости Бога. Вот почему мы сейчас понимаем даже друг друга. Поверьте, я очень долго ждал, чтобы начать эти проповеди проповедовать. Поверьте мне, Бог мой. Он знает, о чем я говорю, пастор, да? Он знает. Знаете, почему я не мог это проповедовать? Потому что не было потребления. Вы знаете, почему некоторый товар сейчас изобретен и он не может быть продан? Тук-тук-тук! Знаете, почему? Потребителя нет, штыки ровнее изобрели. И сидит этот умняшка в своем изобретении и плачет, смертки собирает. Это ж такое классное изобретение. В чем измечивается голограммой? А все там, что за своей голограммой? Вот это и мы с вами духовные. Ух, мой голограмм, ух, че. Господь говорит, слушай, у них даже не то, что голограмм, у них глаз даже нет. Им пока все в ощупь. Вот это, знаете, я несколько лет на ощупь проповедовал. И людям, которые щупают эту проповедь, они такие... Аминь, брат. И теперь, наконец-то, вырвались в дух. Спасибо, папа, что я могу говорить вот эти глубины и вот эти вещи, и не натыкаться на противостояние. Вы это почему-то съедаете, почему? Потому что штыки ра изобрели. Можно голограмму смотреть. Потребитель появился, аллилуйя. Слава Богу за 2013. Дожили, братья и сестры. Господь. Теперь можно поговорить с позицией Бога и с духа, со взрослыми людьми. Спасибо тебе, Господь. И поверьте, я не буду делать, как Павел. Я не буду из-за коринфян. Коринфяны все равно нарежут там вчерашние сиськи. Там, знаете, они... Они знают, что нарезать. Они вырежут именно вот те части, которые абсолютно были... Праведник едва ли улыбнется. Я говорю, да, пока не увидит макаку с красной задницей. Которую создал Бог. У Бога нет чувства юмора. У Бога нет чувства... Это самый мощный приколист во Вселенной. Вокруг себя глянь. Да в зоопарк сходи. Как посмотришь, думаешь, Бог... Вот что ты думал, когда ты это делал? Ладно. Руки, у меня два... У меня... Знаете, с Амазонки два попугая вот эти, знаете, метровые дома сидят. Это просто хохма, это ржака вообще. Это, я не знаю, это Бог создал. Я смотрю на них, я просто умираю, знаешь. Ты такой ходишь около клетки, знаешь. Ходишь, знаете, и... Вы же знаете, попугаев, это Богом изобретенная штука, чтобы ржали. Люди ржали просто, знаешь. Он подхватывает самые прикольные фразы, и он их говорит иногда так, в десятку, это вообще... Знаете, и... Ты там ходишь такой, знаете, серьезно, что-то такое стряслось вообще, знаешь, ты такой весь в напряге такой. И сидит такой попугай, знаете, такой раскачивается на веточке, знаете, иногда он так вот делает, знаешь. Кто у нас дома был, вы в курсе, знаете, такие сидят, знаешь. И такой, а ты весь такой трещит. Знаете, сколько один раз Бог... Знаете, сколько раз Бог меня освобождал через них? Я смотрю на него, чулыбися, морда желтая. Он такой, сидит, смотрит на меня, такой, ватсап. Знаешь, это типа, как дела, знаешь, типа, как жизнь. Я такой, как жизнь? И Бог говорит, будь как Он. Я такой, окей, ватсап. Свобода. Бог говорит, слышь, я их тебе сказал, в дом поставить, чтобы ты никогда на них смотрел и жил, как они. Ты подходишь ему, воды наливай, он такой, смотрит, смотрит на тебя. А потом такой, хеллоу. И он такой, привет. Блин. Вы мне говорите, что у Бога нет чувства юмора? Да вы самые забудшие овцы. Ну, серьезно, да, Бог умирает там от сердечного приступа, от того, что в мире так все плохо. Смотри. Мы объясняем духовные истины словами, которые нас учит дух. Не учит брат, не учит Кондрат, не учит библейский институт. Кто-то понимает вот этот секрет? Вот это одно место, оно может тебя сейчас освободить полностью до конца твоей жизни. Мы, все, все, я не учу тебя, я сейчас здесь на кафедре, только утвердить, закрепить и указать на то, что уже в тебе есть, и ты уже знаешь каждое мое слово. Если ты не знаешь, мне за тебя страшно, выходи, кайся и рождайся свыше сейчас. Ты должен знать все, что я сейчас говорю. Все. Духом. Смотри. Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом нужно судить только духовно. Духовный же человек может судить обо всем. О, это что я? Написано, что не судить, никто не сказал никого осуждать. Судить, судить, это вот это старое слово, где это, знаете, как, да, это размышлять, это сканировать. Вы понимаете, да, это вот, просто ты пришел и отсканировал. Это когда ты сел в свою машину, ты ключ только вставил, машина моментально, компьютер, отсканировал все системы, все, все. Вот это написано. Рассуждать обо всем. Раз, и сразу выдается ошибочка. Тебе нужно подкачать левое колесо, тебе нужно долить немножко масла и немножко залить воды. Кто-то понимает, да, чем я говорю? Вот это оно. Ты можешь рассуждать обо всем. Почему? Потому что тебе дан дух, тебе дан этот компьютер, который проникает всей системой машины полностью, заходит даже в воздух в колесах. Ты понимаешь? А плотку это, ну, копейка. Там не то, что там что-то отсканировать, там даже руль не может колеса поймать. Воу, 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 там такая люфтяра, что, бог мой. Ну, короче, кто ездил на копейки в курсе? Скажи мне, что там можно отсканировать? Там сканер ты. Чувствую подспустил. Сейчас эти машины, ой, бог мой, эти машины, я как глянешь. Он, теперь уже кнопку не надо нажимать. Ты захочешь, он распознает твои собственные ключи и твою задницу и подстраивается. Тебя облегло всего. И ты думаешь, гля, как эта машина знает, как мне нравится. Она уже знает размер твоей попы, все, она раз, раз, все. Я умная машина. Вот, а вот не духовный, вот копейка, она не может ни о чем судить. Она завелась и воняет. Вы помните этот дым в салоне? Ты не понимаешь, как можно было дизайнерами сделать, чтобы выхлопная входила в салон? Да, оставим копейку в покое, потому что мы зайдем в глубины, в пласты. Понимаешь, да, на примере? Итак, духовный же человек может судить обо всем. Он входит, сканирует, все знает, все понимает. Тогда, как о нем, никакой человек судить не может. Человек, другими словами, не духовный, не может судить духовного вообще. Он будет смотреть и никогда даже не угадает, даже даже мысли не придет, что сейчас, кто ты, что ты, откуда ты, вообще что происходит. Не может. Он смотрит на тебя и говорит, ты какой-то неправильный. Вот вы видели, да, вот после инкаунтра заходишь в свою церковь и думаешь, сейчас все тебя приедут. Они говорят, ай, иди отсюда. Они не чувствуют ничего, но чувствуют, ты не такой, как мы все. Ты раззомбированный уже. А что ты лыбишься, а? А вы? После инкаунтра, помните ваши лица. Ой, классно. Смотри. Духовный же может судить обо всем, тогда как о нем никакой человек судить не может, потому что кто постиг разум Господа. И вот здесь идет термоядерное бомбище. Смотрите, Павел так, мне кажется, у него тут был глюк, и он коринфянам что-то сбросил. Наверное, коринфянами они не поняли, я гарантирую, они, наверное, этого не поняли. Там дальше уже пошло опять о плоти, опять там, хе-хе-хе. И смотри, и вот здесь смотри. И он говорит, Духовный же человек судить обо всем, потому что кто постиг разум Господа, чтобы советовать ему? И вопросительно. А мы же имеем разум Христов. Разум Христов? И все превознесли Павла. О! Разумище Христову Павла. Это разум Христову всех рожденных свыше. Очнитесь. Он такая же плоти кров, как и ты, точно так же призванный. И у него, может, кувыркашек еще побольше, чем у тебя было. И откровения были, и чрезвычайность были, и жало плоти было. И там ему палками постоянно давали. Надо, наверное, было. Я тебе говорю, Господь, почему ты Иоанна не бил? Ни разу. А Павел Асинников не успел отходить. Только поясница отошла, все, уже в море кораблекрушение. Только выпало на берег, камнями побили. Наверное, много откровений было. Большой противовес надо было. Бог постоянно за ним ходил. Павел, я это ради любви. Класс. Это шутка. Я знаю, что плевелы все равно нарежут. Я знаю, знаете, плевели, они прямо сейчас смотрят нас, и они говорят, что бы вырезать. Плевелы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вне времени. Вот это то, о чем я прочитал. Вот только на этом, если ты базируешься даже на вот этих нескольких стихах, ты взорвешься, ты просто скажешь, так, вот так это все, вот это оно? А как теперь жить? По духу? Жить по духу? Не подчиняться Его рабству, не обращать ни на кого внимания. Все тобой превозносится, успокоил. Скажи мне, Он Христов? Да, да. Я знаю, что ты сейчас говоришь. Спокоил, мы развиваемся, твой дух будет возрастать, и ты будешь распознавать больше информации, понимать больше информации. Объясняю, доступ к информации у тебя есть ко всей, но твой дух не все ее понимает. Сразу объясню это, чтобы было понятно. У тебя, другими словами, к интернету сейчас все подключены, но не все могут выйти на ту же новость и понять, как понимает ее сосед. Он уже намного развитей, технически подвешен, я говорю духовным языком, он уже разбирается в каких-то вещах, и для него эта информация золото. А для тебя? Ну да, я это как бы понимаю, но оно мне как бы не надо. Вы понимаете, да, что я говорю? То есть ты многие вещи понимаешь, но они тебе пока еще не надо. Ты подрастаешь, но у тебя уже есть все. Чувствование. Ребенок, он ребенок, он еще ходить не может, но ноги есть. Глаза еще мутные. Он еще маму по запаху определяет. Он еще полушлепой. Это, понимаете, оно такое новорожденное, оно совсем еще не... Знаете, но у него уже все есть. Уже доступ, уже мама, уже папа, уже все, уже молочко, уже все, все эти рецепторы, все работает. Пусть по-маленькому, пусть по-медленному, пусть ножки еще не ходят, пусть ручки еще не чувствуют, но они уже есть. Вот это духовный. И поэтому говорится, как только ты рождаешься свыше, у тебя все есть. Все есть. Перестань зомбироваться, перестань проставить какого-то человека, как идола, и учиться от него. Здесь вообще написано, проклят надеющийся за человека, написано из духа, дух твой учитель. И мне там жава распространяет бунт. Конечно, 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 распространяет бунт против всей этой дряни плоской. Сразу же, конечно, встал и вышел, когда кто-то насилует твои мозги, напрягает, давит, душит и указывает, тыкает. Спокойно встал и вышел, как не из духовной организации. Бог никогда не касается воли человека вообще. Кто имеет право вообще касаться твоей воли? Ты можешь даже делать неправильные решения, и Бог их уважает. Нет, ты не понял меня. Неправильные решения, потому что Бог уважает волю твою. За свои решения расплатишься попозже, но Он не коснется тебя даже за неправильные решения сейчас. Кто имеет право подходить и говорить, а ты неправильно поступаешь? Стоп, 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 ты можешь мне посоветовать, но не указывать. Гордость, займите сан и статус церкви, церковь. Займей титул невесты, не давай никому. Это гордость, нет, это не гордость, это знание того, это знание моей позиции. Гордость это называть вещи, которые у тебя и которых нет. Вот это гордость. Вот это дьявол, почему возгордился? Потому что захотел трон, захотел чего, чего не должен иметь. Привознай, назвал себя Богом, он не был Бог. Вот это гордость, констатирование факта, а Бог что, гордится, когда Он говорит, я Бог и нет иного? Бог возгордился, наверное. Нет, Он Бог, и Он знает, что нет иного. Это просто правда. Вот примерно так и живи. Не надо говорить выше, не надо говорить ниже, ни в коем случае не говори ниже. Стой на том уровне, развивайся. Какой-то вопрос, да обратись к Богу, не замаривай пастора, не замаривай служителей, пошел к Духу, тебе Дух. Это распакует так, как никакой человек в жизни не распакует тебя. Поэтому я говорю, где спрашивают, кто твой учитель? Не человек точно, поверьте мне, не человек точно. Много лет я изолировал себя от всех проповедей, от всех книг, от всех умозаключений, поэтому и питаюсь от неба. Умоляю тебя, подключись к небу, и мы, когда будем собираться с вами, будут лететь такие снаряды, такие бомбы. Ты будешь питать меня, а я буду питать тебя, и мы будем в шоке друг от друга и от папы. Ах, какая силища! Смотри, пойдем к римлянам. Сегодня мы по Библии почитаем. Знаете, некоторые говорят, он мало Библии читает. Сегодня будем одну Библию читать. Хорошо? Одну. Римлянам 8.1. Как у нас в времени Библии? Нормально? Жвем? Жвем. Умоляю, поберегите вашего покорного, ему нужно перекус. Смотри. Римлянам 8.1. А да, кстати, если кто-то хочет задать вам вопрос, сколько я пощусь, и сколько я молюсь, сколько... Я не пощусь вообще. Пусть оно осядет. Я ем много. Потому что в духовные элементы тебя может звать только Дух. Ученики не постились? Никогда, когда были за Иисусом. И даже фарисеи напрягали. Мы тут голодаем, Аллилуйя. А они жрут. Когда тебя Бог ведет в пост, вот там, я так скажу, давайте объясню сразу. Ты не сможешь не поститься, когда Дух тебя ведет. А когда ты назначаешь свои посты, даю гарантию, к вечеру соленый огурец будет в роту. Извини, Бог пролетел. Бог говорит, никто не пролетал, ешь на здоровье, я тебя туда не звал. Кто-то понимает, некоторые говорят, я не встал на молитву. Это не молитва, не вставай. Когда начнется настоящая молитва, ты не сможешь заснуть. Пожалуйста, живите по Духу, умоляю вас, перестаньте колбасить себя. Вот это от этого и монахи, и монастыри, и надрезы, и жертвы. Капец, что развелось. Потому что мы вообще не живем по Духу. Нам кажется, что мы долго не поселились. Три дня, все, Бог, три дня. Подрастем-ка, а? Сколько, 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 нисколько. Ем, сплю, вижу классные сны, наслаждаюсь жизнью. И слушаю моего прикольного попугая. Алло. Духовный. Ты скажешь, так это плоть. Нет, это духовность. Именно это и есть Дух. Плотской, наоборот, он пытается быть духовным. Чтобы его поймали, он сказал, пять глав сегодня прочитал. Три дня отпустился уже на этой неделе. Я уже сколько, 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 сколько уже. О, да, уже по часу в день молюсь. Вот это не плоть, это плотище. Плотюшище. Оно там уже слоями, это плотяра. Она еще... А знаете, а плоть, она не останавливается. Она говорит, ты себя еще не до конца унизил. Теперь тебе надо идти на улицу, сделать плакат и опозориться. Знаете, почему я все это знаю? Потому что я все это делал. Сколько времени потерял на плотской фонаре. И ничего. Как только стал из Духа. Как только стал ходить в Духе. Небо. Вау. Ангелы рядом. Чудеса, знамения, мудрость, откровение, сила, слава. Тут вообще потоки. Бог, а это что? Она говорит, а это нормально уже. Это ты уже со мной. Всем постельщикам расслабьтесь. Свобода. Вот сейчас, если лежит мозг на лавочке, и мухана. Потому что мозг, его забили. Ты должен. Ты ничего никому не должен. Ты знаешь, что ты даже не должен Христу ничего. Алло. Не должен. Тебе дана жизнь настолько. Ты знаешь, Бог не ходит, и меня весь мир не смотрит. Должники, твари. Нет. Иисус любит. Он говорит. Ты знаешь, что Иисус настолько не напрягает тебя, что Он говорит, если ты хочешь выбрать ад, я тебя не задержу. Не задержу. Просто Иисус говорит, тебе там просто плохо будет. Ну как, сначала ад, потом озеро огненное. Там вообще капец. Ну представь, брасом в озере огненное. С сатаной. С сатаной. Не, 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 не хочу. Я выбираю иное. Римлянам 8.1. Смотри сюда. Это понимать можно только вне времени. Потому что если ты это будешь понимать по плоти, ты потерялся. Вообще, книга римлянам, это одна из изюминок Павла. И люди, пастора знают, о чем я говорю. Люди, кто углубляется, вы знаете. Это такая изюминка, из которой я сосу, качаю, кусаю, глотаю и не могу наглотаться. Я влюблен. Если вы хотите узнать, что я люблю в Новом Завете, римлянам. Деяние, это сила римляна, это прорва, это лифт, это глубь, это ширь, это... Хух, спасибо. Павел, спасибо, аж римляны были нормальные. Рука римлянам там... А у римлян все, все, пласты и откровения. Ох, перечитайте книгу римлян, вы будете в шоке. Смотри. В нормальном переводе перечитайте, пожалуйста. Римлянам 8.1. Итак, теперь нет осуждения, живущим во Христе. Точка. И все, можно упасть, уже и ногами задрыхать. Знаешь, почему нет осуждения? Она же задрыхает во Христе. Нет осуждения тем, кто осуждает. Его нет. Кто тебя осуждает? Спокойно затыкаешь рот и показываешь римлянам. Тюнивер, чунтита. Нет никакого осуждения вообще тем, кто во Христе. Фух. Первый стих уже уплыл. Смотри. Почему же теперь нет осуждения? Вопроситель не знает. Ой, Павел, спасибо. Смотри, в объяснение пошел. Молодец, смотри. Ибо через Христа Иисуса закон духа жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти. Закон духа и жизни. Духа и жизни освободил меня от закона, греха и смерти. Ты где живешь? Где ты живешь? Дух жизни, грех и смерти. Дух жизни, грех и смерти. Смотри. Ибо через Христа Иисуса закон духа жизни освободил меня от закона, ведущего ко греху и смерти. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон. Фух. Смотри. Закон, ослабленный нашей греховной натурой, послав на землю... Смотри. Точка. Послав на землю своего сына в подобии грешного человека, чтобы тот стал жертвой за грех, Бог осудил грех в человеке. Вы знаете, что все было осуждено, поставлена точка, все. Вы знаете, что в человеке грех осужден, все, никакого суда нет и осуждения нет. Но мне так хочется, чтобы ты заплыл поглубже, сейчас поглубже копнул. И ты понял, что нет осуждения вообще. Смотри дальше. Он дальше разворачивается, здесь идет просто бомба. Смотри. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной натурой. Послав на землю своего сына в подобии грешного человека, чтобы тот стал жертвой за грех. Бог осудил грех в человеке. Грех в человеке не может быть больше осужден. Зайду с другой стороны, если кто не понял. Грех в человеке не может быть больше осужден. Потому что то, что осуждено раз, не может подвергаться второму суду даже на земле. Человек не может стать второй раз на суд. Кто-то понимает меня здесь? Ты не можешь. Бог говорит, я не могу тебя судить. Не могу. Я осудил человека со всеми грехами. И твое имя там было тоже вписано. Наказание вынесено. Приговор в исполнение приведен. Он, человек больше, во плоти, слушай меня внимательно, в духовный, не может быть осужден. Никогда! А это реактивное, наверное, залетит попозже, когда будешь в повторе смотреть. Ты до сих пор живешь в Ветхом Завете. До сих пор. Если ты не понимаешь вот это, то, что я сейчас сказал, и осуждаешь себя. Ты, можешь себе сказать, я тебе так скажу. Даже ты сам не имеешь никакого права осудить себя. Нет, вот это силище. Ты, можешь себе представить, не то, что кто-то. Ты не имеешь права осудить себя. Вообще никакого. Знаешь что? Объясняю. Ты уже в лице Христа был поднят и расстрелян. Наказан. Все. И теперь, объясняю. Вы знаете, что на земле существует такой момент, что если человек осужден, оправдан, и потом, вы знаете, что его нельзя, хотя бы, закон гласит так, хотя бы, по крайней мере, американский, я не знаю, как там, невозможно за один и тот же грех повторно судить человека. Невозможно. Нереально. Невозможно за одно и то же преступление. Невозможно. Ты знаешь, что у Бога все преступления наши совершены, поэтому они уже прощены. Поэтому все, что ты совершаешь, оно уже прощено. Вот это для взрослых людей. То, что я говорил вначале, я просто сейчас заканчиваю эту тему вот этим огромным кругом. Я тебе еще раз доказываю, духовные люди, вы не имеете, не то, что никто не имеет права, Бог не может вас осудить, не то, что там не хочет или не пытается, не может. Не может быть суда на то, что вынеси на суд. Все. Нет. Кейс убран из суда. Все. Его нет. Как я говорил, ты не прощен, ты не просто прощен. О, прощен это мелочи. Ты оправдан. В файлах даже нет ничего. Нажимается кнопка, чист. Нет ничего. А говоришь, а как же мои ошибки? А они не считаются. Ты не можешь быть судим за то, ты не можешь быть осужден за то, что ты уже наказан в лице Иисуса Христа. Вот почему это называется благодать. Мы не используем наше благодать на разбросанное. Поверьте, никто здесь не говорит. Я говорю к мудрым, и я говорю, я не хочу ничего объяснять. Мудрые понимают, что никто здесь не собирается грешить. Я уже говорил в проповеди в Сиэтле, что тот, кто рожден свыше, он не может грешить. Ты знаешь, что ты не можешь грешить? Ты будешь мучаться, кошмариться. Ты будешь в ужасе. Ты грешить не можешь. Ты можешь ошибиться и потом быть в шоке и не хотеть никогда этого касаться. Рожденный свыше, грешить не может. Ты уже там мимдомно осужден, наказан, приговор приведен в исполнение, все, кейс убран. А я же, так это время. Я же тебе говорил, Бог живет, Он живет в Абсолюте, Он вне времени, все совершено. Заклание Агнца до того, как даже Люцифер был, Люцифер даже еще не надо, еще ни к ни одному греха, даже не было рождено греха. Агнец закланный уже был в планах. Все, в Абсолюте уже все было решено. Там ты уже был прощен, там все уже было сделано, и когда Бог сказал, совершилось, круг замкнулся, все, точка была поставлена, все. Нет никакого осуждения. Никакого, ни одного. не имеешь права судить даже сам себя, поэтому розыгрывай. Чего ты там себе там вот усидишь, платишь кулачок? Спокойно. Быстренько встал, вытер сопли и вперед. А, как я люблю, как я люблю. Мне так нравится эта книга римлянам. А, какая сила. Если ты прочитаешь ее духом, ты взорвешься от знаний, от славы, от потоков. Ты будешь, ты в этой книге год будешь, год. Почему же теперь мне нет осуждения? Ибо через Христа Иисуса закон духа жизни освободил меня от закона, ведущего к греху и смерти. Бог исполнил то, чего не смог исполнить закон, ослабленный нашей греховной натурой, послав на землю своего сына в подобии грешного человека, в подобии. То есть, это был ты. Это был ты. Еще раз говорю. Ты говоришь, ой, Иисус, это уже был ты. Ты был осужден, наказан, прощен. И теперь ты живешь во времени, в благодати. И когда ты говоришь, Бог, я оступился, Он говорит, сын, не могу осудить за то, что уже осудил. Не могу повторно осудить тебя, не могу. Поэтому автоматишь прощение. Кто-то понимает меня? Раз, два, три. Если сейчас лежат мозги на лавочке, они будут просить прощения до конца своей жизни, убиваться, идти на крест, страдать, в монастырь идти, закутываться, завязываться, умирать, и в порстах сгнивать за плохую мысль. Ты прощен, повторно не можешь быть осужден. Понятно? Да. Поэтому улыбайся, широко, широко. Дыши глубоко, глубоко, и знай, что тебя невозможно. И какой сатана может тебе что-то напомнить? Такой сатана, мой грех удален из вне времени, он убит. Говорю, ты, дорогой, до сих пор еще собираешь на свою головушку. кто стал, Бога судил грех по плоти, чтобы мы стали праведными. и все, меня уложило. Ты стал праведным. Ты праведен. Все. Я еще раз говорю, ровно так, как тебя убили, ты еще не родился, ты уже был мертв. Ровно так, без тебя тебя спасли. Ты стал праведным, все. Ты праведный. Умоляю тебя, не вздумай достигать праведности. Вот почему мне жалко тех, которые пытаются исполнить закон. Они лишаются благодати. Они сами отодвигают кровь завета. И сами Богу доказывают, я буду исполнять в субботу. Я буду исполнять, Бог, хотя бы чуть-чуть. Бог говорит, ты не понял, я это ненавижу. Христос суббота. О, как мне жаль этих людей, которые, как вы это, а как это, а как вы исполняете это, а что вы прикасаетесь, а когда вы свет включаете, а что вы едите. Я такой, Бог, как мне всех вас жаль, потому что при всем попытке исполнения вы будете грешить и нарушать всегда. И Бог не может вас простить, потому что вы подписали, приговор на исполнение закона, а тот, кто исполняет закон, не может. Ты можешь себе представить, Бог говорит, грех прощен, ты говоришь нет и пытаешься его покрыть, и Бог будет судить тебя по твоим грехам. Ты можешь себе представить, на что обрекают себя те, кто пытаются сейчас жить по закону, исполнять субботы, носить, ходить, есть, включать, садиться. Бог мой, я только за это благодарен Христу до смерти, что снялись меня весь этот фонарь, я ничего, я все снято. ни ты, ни я, мы не можем быть повторно судимы никогда, нигде, все. Еще раз говорю, это для тебя что-то не совершило, для Бога все совершилось, все, все совершилось, все. Чтобы мы стали праведными, как того требует закон. Ты знаешь, что ты исполнил весь закон. Ты не понял, ты не понял, ты не понял. Ты сейчас стоишь, оправданный не только кровью, даже закон не может против тебя дернуться. Закон лежит, потому что закон требовал смерти, закон требовал осуждения, и закон сейчас удовлетворен смертью, закон, даже ты по закону оправдан, очищен, и даже закон, который был до Христа, не может против тебя сказать ничего. Закон смотрит, оправдан, отходим. На нем греха нет. Господь, а моя ошибка, так ты оправдан не жертвами Моисея, ты оправдан жертвами Христа, вне времени на жертвеннике, который лежит у Христа. Это все покрыто в Альфе и Омеге, там, в Абсолюте. Фух, смотри, я умоляю тех, которые пытаются исполнить закон, чем быстрее, быстрее бегите, раскаивайтесь, бросайте, сжигайте это все и говорит, только Он, только кровь, только благодать, ничего, не коснусь заразного закона, не попытаешься даже коснуться того, потому что я всегда, я всегда потерплю поражение перед законом, если я миную кровь, всегда закон убьет меня. потому что recommended закон говорит, ты знаешь, что по закону, некоторые говорят, ой, я исполняю, ты знаешь, что по закону, ты только что, если какая-то женщина прегрешно коснулась вот той дверной ручки, ты прямо сейчас касаешься ее, и ты по закону, ты не чист, все. Нет, вы меня не поняли, ты даже будешь не пытаться грешить, ты будешь перед законом убит сразу, даже не пытаясь грешить, ты будешь дышать воздухом, и ты будешь уже оскверняться, ты в доме плесень нашел по закону, Ты должен сжечь дом. Убегите от закона, живите. Мы омыты кровью. Это то, что ждало небо, это то, что ждал Бог, это то, что Христос не мог дождаться, а мы кидаем и живем по закону? Ты сошел с ума. Мне жаль тебя, потому что я, когда буду стоять на небе, ты будешь стоять и оправдываться за свои каждый грех, каждый день, каждый шаг, каждое прикосновение даже к дверной ручке, каждое посещение магазина. Кто его знает, какие чистые и нечистые были люди. Все, что ты в магазине тачку взял, ты осквернился по закону. Ты к жене прикоснулся во время месячных, после родов ребенка, там Бог мой, там капец. Так поставили точку, да? Взрослые люди в курсе. Аллилуйя, слегло. И война идет у этих, кто исполняет закон. Что теперь по-современному можно исполнять? А что еще в старом? И вот это есть старозаконные, среднезаконные, послезаконные, современные, несовременные. Так, елки-палки. Кто-то, можно кому-то включать свет? Кому-то нельзя включать свет? Кому-то можно ходить, кому-то можно ездить. Это ж не ходи, аллилуйя. Бог мой, вы идиотизмом занимаете. Вы сами себя дурите. То есть, то не есть, то прикасаться, не прикасаться. О, о, а, а, у, а. Смотри. Четвертый стих. О, Бог мой, дай мне пройти это. То, что я хочу прочитать, потому что после каждого этого вытекает опять очередная доза. О, Иисус. Чтобы мы стали праведными, как того требует закон, и теперь мы живем, следуя духу, церковь. Духу. Дух вне времени. Еще раз говорю, везде, где написано дух, сразу делай приставочку вне времени. Сразу. Потому что у религии жить по духу, они даже еще сами до сих пор не разобрали, что это. Жить по духу, это молитва на языках. Вы знаете, сколько я дрянь слышал, сколько умозаключений этой религиозной пурги. Я был шокирован, я потел от шока. И один брат сидит, жить по духу, это поступать по духу. Ты поступаешь по духу, стараюсь. Если вы где-то живите, значит, можно жить. Если вы не можете жить, значит, вы не с той стороны подошли. Библия не лжет. И они пытаются быть... Она не написана для каких-то супер-дупер-высших там. И ты не чистая, какая-то, какая-то, когда Библия даже не иношки касаться вообще, успокойся. Тебе братья все объяснят потом. Это написано. Книга, вот это послание к римлянам, к язычникам. К оккупантам. Кстати, вы знали, да? Рим это тогдашние оккупанты. Хорошо. Идем дальше. Смотри. Ибо у тех, кто живет, следуя своей греховной природе... Слушай внимательно. Все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Те же, кто живет, следуя духу, думают о чем, чего желает дух. Я тебе гарантирую, если ты рожден по духу, ты не можешь, не хочешь говорить об этом мире. Где бы ты ни сходился, у тебя все заканчивается Богом. Ну, пришли в ресторан поговорить о бизнесе, и опять энкаунтеры, чудеса, фотографии, ты опять... Ты не можешь. Оно тебя вытягивает. А те будут пытаться умозаключения поста и закончат грязью, грехом, пошлыми анекдотами, порнокартами, алкоголем, чтобы никто не видел. А так начиналось все с Библии классно. Вы понимаете, о чем я говорю? Ты по духу живешь, ты не можешь. Ты говоришь, я тебе еще раз говорю, ты уже все, что здесь написано, время, ты уже это делаешь. Ты просто никогда не складывал, не задумывался и не... Так это, 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 это еще про меня все. Так ты что, я почти все это уже делаю, да? Я тебе еще раз доказываю, что ты духовная субстанция. И еще раз тебе доказываю, что убери всякие умозаключители, учителей, догмы, школы, пласты. Это все кошмар, который тебя будет заводить в ужас, в худшее. И ты будешь чувствовать еще больше осуждений, еще больше попытки, раскаяния, еще... И ты будешь вообще в этом кошмаре, в этом водовороте. Ты будешь знать, какую церковь идти? Я уже сбился вообще, с какого, за счет у этих устав такое, это Бог, у тех устав такое, у тех... Так какой устав от Бога, если он весь у всех от Бога? Давайте так все скребем, смоем и скажем, аминь. Это ваши уставы человеческие. У Бога нет уставов, у Бога уставы. Я тебя принял, оправдал. Иди ко мне, сыночек и доченька. Я тебя обниму и поцелую крепко-крепко. И буду целовать до дня твоего выхода ко мне. И потом я тебя обниму навечно. Навечно. Вот Бог! Ты пытаешься что-то сделать для Бога? Ты даже не представляешь, как тупо, глупо это звучит вообще. Развуя, я хочу что-то сделать для тебя. Ты даже не представляешь. О, Бог мой, как мне это сказать, чтобы так уложилось? Бог хочет тебя употребить только потому, что Он создал эту позицию употребления для тебя. Некоторых ему даже не надо ничего употреблять. И ты говоришь, что я для тебя сделаю? Он говорит, сынок, не переживай, я для тебя обитель приготовлю, место приготовлю. Он, можете представить, Бог мог сделать так, что тебе ничего никому не надо делать, но Он хотел включить тебя в свой план, в свою... Я всегда говорю, знаете, почему Бог еще не приходит, не забирает, нет, а потому что Он хочет, чтобы все Его дети были на семейной фотографии. Знаешь, почему ты едешь, и ты не можешь сделать фотку? Потому что еще самый малый, еще там где-то, знаете, там не оделся, не зашнуровался, и вся семья, вся толпа сидит, ждет, фотограф ждет, папа ждет, мама ждет. И там малый-малый, там ему год, он еле-еле там на ножах держится, там ему кеды завязывают, знаете, и все Его ждут. Так вот это небо, все ждет, пока последние зашнуруются здесь. Да успокойся, не сделают фотку без тебя небо, ты там будешь, на портрете. Ты понимаешь, да? Папа, ты говоришь, Бог, я не успею, и Он говорит, сынок, я тебя подожду. Кто-то понимает, что я говорю? Говорит, я твой папа, я тебя подожду. А у нас учение об неуспевании, мы не успеваем, мы не успеем, я не вошел, я пролетел, я опоздал. Я опоздал, о-о-о, и там кошмар, и все осуждают себя, и пытаются наверстать упущенное. Говорит, ты ничего не упустил. Потому что я живу вне времени, и ты можешь достигнуть за день то, что ты упустил за 20 лет. И, пожалуйста, дыши ровно, ничего ты не потерял. Некоторые люди говорят, Бог не может восстановить время. Конечно, не может. Он просто в нем не живет. Он выходит из времени делать за секунду то, что люди за 100 лет делали бы. Когда мне Бог это объяснил, так выдохнул. И забыл о моих потерянных годах. Потому что Бог вот так, вот все, раз, и все, и все наверстанно, все возвращено. Потому что Он не движется временем. Но у тех, кто живет, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Он не может противостоять ему. Как мы сказали, он везде, он не везде, он начнет с самого святого и закончит пошлятиной, грязью. Он закончит вонью, потому что он наслаждается в этом. Эта свинья, она булькает, ей нравится. И он сидит среди, знаете, духовных людей, не дождется, пока все уже наговорятся, чтобы рассказать свой дебильный анекдот. И посмотреть, как реакция вся. Все нормальные люди. Те же, кто живет, следуя Духу, думают о том, чего желает Дух. Разум, управляемый греховной природой, в конце концов, постигает духовная смерть. Духовная смерть постигает. Слушай внимательно. Опять же говорю, мы говорим о разных смертях. Слушай сюда. Вы знаете, что на земле ходит очень много мертвых людей? Для тебя один жив и во плоти. Для Бога они давным-давно мертвы. Этих людей не существует. О, я не хочу сейчас об этом касаться. Потому что написано. Дважды умершие. Помните? Давайте закончим с этим. Итак, духовная смерть. Разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие. Разум, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие. Как только ты разум, управляемый Духом, опять Дух, я всегда говорю, делайте приставочку из времени. Ты управляемый вне времени, приобретая жизнь и спокойствие. Тебя не могут понять. Тут по новостям и так и сяк, и консерв не хватает, и дороги. А ты ходишь с плеером, там, на Малилуя кричится, знаете. Или такой, ты сейчас сошел с ума, а ты и так и скажи, а у меня его никогда и не было, вашего ума. Это вам нужен ваш ум, чтобы вышить в вашем мире. Я в вашем мире не живу. Я просто тут, ну как, прах, 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 прошелся. Потому что папе так надо было. Я прошелся, зацепил, что мне нужно зацепить, сказал, что мне нужно сказать. Жизнь, церковь, жизнь и спокойствие. Когда ты в Духе, ты спокоен, потому что в Духе, я же говорю, мы живем по другим новостным агентствам. Все совершилось, Иисус на троне. Там все в шахе, все в поделах. Ты так в Дух выглянул. Иисус царствует. Чего вы подеете? Успокойся со своими консервами, со своим рисом и мукой. Седьмой стих. Почему это так? Потому что если разумом человека управляет его греховная натура, то этот человек против Бога. Ибо не хочет, слушайте сюда, и вот секрет, и не может подчиниться закону Божьему. Не может. Что бы ты ни делал, он не может. Он будет пытаться, мучиться, рядом с тобой на лавочке сидеть. И он не может. Некоторые люди говорят, не может ничего нечистое зайти в церковь Христову. И у тебя в понимании вот эта церковь Христова. Бог вообще не говорит об этой церкви. Это здание, и здесь прохожие. Он говорит о той церкви. Ничего нечистое туда не может войти. Здесь тут может сидеть пластами нечистого, наслоениями. Это церковь, это здание. И некоторые из вас, церковь, находящиеся в здании. И вот в эту церковь, в эту, в ту церковь настоящую, в которой в не время ничего не может не войти нечистое. И те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу. Не могут. Вы же не подчиняетесь своей греховной природе. Это он Римлян пишет. Он говорит, вы же не подчиняетесь своей греховной природе, а подчиняетесь Духу. Если только Дух Божий живет в вас. Он сразу говорит, если только Дух Божий живет в вас. Он не говорит это всем. Он говорит тем, в ком живет Дух Бога. Говорит, вы подчиняете. Вы автоматически подчиняетесь. Вы знаете, что вы все сейчас здесь, потому что вы подчинены Духу. Вы не можете Ему не подчиняться. Вы знаете, что духовному человеку невозможно не подчиниться Духу. Это для вас будет страшнейшая мука. Страшнейшая мука. Вы знаете, что даже если сейчас ты говоришь, я Бог, я тебя не послушал. Вы знаете, что не послушать Бога, духовному человеку нельзя. Если Он скажет тебе что-то пожертвовать, ты не сможешь не пожертвовать. Ты будешь месяц умирать. И эта сумма будет вот здесь. Например. И ты ее отдашь. Ты потом скажешь, соберите, соберите. Потому что духовный не может не жить. Оно его убьет, потому что он духовный. Он потом сразу говорит, дайте в два раза больше, чтобы какая-то уплыла от меня все это. Духовные знают, о чем я говорю. Или тебе Бог сказал что-то оставить, или кинуть работу, или что-то сделать. Ты не можешь, слушай внимательно, духовный не может это не сделать. Некоторые говорят, я противостою Богу, ты не можешь противостоять Богу, если ты духовный не можешь. Бог внутри тебя настолько занимает, ты хочешь исполнять Его волю. И даже если каким-то глюками ты там по привычке с кем-то, Бог все равно тебя отторгнет. Оно отторгнется само, ты не сможешь там находиться. Ровно так, как они не могут находиться с тобой. Скажи мне, кто из вас сейчас вернется в прошлую жизнь, в прошлую церковь, в прошлую жизнь? Кто? Ты скажешь, что? Для вас это вообще на таком уровне шутка, что даже не смешно. Туда? И у них в голове эта церковь. Можете себе представить, они до сих пор думают, что та церковь. Ох! Собралась куча людей. Намазали, перемазали, решили, постановили. И вот теперь вот давай сюда вот. И те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу. Вы же не подчиняетесь. То есть, он говорит, это факт. Он говорит, вы не пытаетесь подчиняться. Он говорит, вы же подчиняетесь. Это точка, это утверждено. Он говорит, вы же подчиняетесь, только если вы по духу рождены. Он говорит, у вас нет другого шанса, как подчиниться. Вы не можете не подчиниться. Вы будете умирать там на кровати. И пойдешь, и купишь тому, что Бог сказал тому, и подаришь, и сделаешь, и приедешь. Кто-то понимает, что ты не можешь не жить по духу? Не можешь. Ты должен отречься, кинуть, то есть, разобрать контракт с небом, чтобы это оставило тебя. Смотри. Вы же не подчиняете своей греховной природе. Ты знаешь, что ты не подчиняешься своей греховной природе? Потому что у тебя там иногда бывают ошибки. Это вообще не говорится о том, что ты подчиняешься своей греховной природе. Вообще. Ошибки не считаются. Смотри. Вы же не подчиняете своей греховной природе, а подчиняетесь духу, если только дух может живет в вас. А если кто имеет дух Христов, если кто не имеет, извините, если кто не имеет духа Христова, тот не принадлежит Христу. Если кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу. Он может быть членом церкви, он может быть три раза окунутый в воду. Он может быть, что хочешь там быть. Духа Христова нет, он не принадлежит ему. То, что мы с вами вчера говорили, восстановление Отца было, чтобы твоя пуповина назад присоединилась к Нему. Все, ты Его. Вот этот Дух Христов раз вошел в тебя, все моментально, ты теперь не можешь не подчиняться Богу. Теперь ты хочешь исполнить Его волю, ты хочешь быть с Папой, ты хочешь освободиться, и ты чем дальше, тем ближе к Нему, и славы больше, и ты вообще не хочешь выходить из Его. И потом, в конце концов, закончится все, что ты в Папе окажешься на вечность. Вот это наш путь, к Папе назад. Они в призвание мое. Да твое призвание, это не что иное, это просто как исполнение того, что Он тебе сказал. Я вот здесь стою, и ты думаешь, что я тут в призвание мое. Да называй, как это хочешь. Я просто, Папа мне сказал, едь, говори, иди с нормальной людьми, с нормальной головой, и с нормальным духом, которые воспримут все вот эти уровни, вот эти моменты. Кто-то молился, все это. Вы знаете, что я без вас не напишу свою историю, вы без меня не напишите свою историю. Вы знаете, что я не смогу урожай собрать без вас. И поэтому ты нужен мне, потому что ты должен проповедовать тем, и они должны спастись. Представь, я не могу добраться до них, если я не доберусь до тебя. Мы друг другу важны и не нужны, а ты не доберешься до них, если ты не услышишь то, что я имею сказать тебе. Ты понимаешь, о чем мы друг друга зацеплены? Мы настолько друг другу нужны и важны, что никто не может сказать, да пошел ты, я сам сделаю. Ничего ты сам не сделаешь. И я ничего сам не сделаю. Кому нужны эти откровения, если нет потребителя? Ну и будешь ты с этой голограммой там сидеть и радоваться. Смотри. А если кто не имеет Духа Христова, тот не принадлежит Христу. С другой стороны, если в вас Христос, то даже если тела ваши мертвы, вследствие греха. Дух дает вам жизнь, ибо вы оправданы перед Богом. Он говорит, даже если ваши тела настолько осквернены, поражены наркотиками, разложены на куски, уничтожены. Дух дает вам жизнь. Вы все равно оправданы. Ты слышишь, что здесь написано? Я еще раз объясню. Потому что в Синоде вообще все по-другому написано и звучит. Смотри. С другой стороны, если в вас Христос. Вы знаете, и на этот смотришь, к Богу пришел уничтоженный алкоголик. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не просто выпивающий иногда. Вы знаете, что такое алкоголик? Я имел дело с алкоголиками. У них нет зубов. У них нет дома. У них они грязные. Они вонючие. Они заросшие. Они небритые. У них, там знаете, там не сколько у тебя алкоголя в крови, а сколько в твоем алкоголе... Да, сколько в твоем алкоголе крови. Не в крови алкоголя. Там все наоборот. И там он не может... Он не может мне пить. Слушай меня сюда. Бог абсолютно понимает, что если этот человек прямо сейчас доставит бутылку, он умрет. И Бог настолько тебя любит, что он даже признает вот этот весь кошмар и ужас, в который привел личность, дьявол и дух этого мира. И он все равно любит. Он говорит, даже если ваши тела уничтожены, я все равно вас люблю. Вы чисты передо мной, как тот, который вообще не грешил никогда. Ты перед Богом, как Христос, даже если ты вот в этом состоянии. О, это может понять только тот, кто пережил любовь отца. Объясняю. Скажите мне, почему мы? Вопрос. Просто такой человеческий вопрос. Просто, чтобы ты задумался. Почему? Когда где-то кто-то... Например, вот у тебя вот друзья, да, там, например, и у них там в семье кто-то впал, впал там в серьезный, там, например, там, блуд, нечистоту, там, и там в наркотики. И у тебя там такое отношение. Посмотри на свою семью. Да ты че, ты куда смотришь? До тех пор, пока то же самое не произойдет в твоей семье. Опаньки. И теперь объясни мне, как ты теперь относишься со всей своей праведностью к своей собственной дочери, которая впала в то же самое, спилась, ее избили, ее нашли где-то на углу изнасилованную, и потом вкололи наркотики. И скажи мне, как ты к ней относишься теперь? Скажи мне, почему теперь нет суда одна любовь? Хочется помочь. Объясни мне, почему даже ты при всей твоей праведности даже ни с кем не хочешь разговаривать, ты хочешь покрыть и никому об этом не говорить. Это твоя боль. Можешь представить себе, так это твоя любовь, а можешь представить себе Бога боль к этим людям? А твой сосед, он к ним принадлежит, ты просто можешь пережить, так это твоя дочь, так это даже не твоя дочь, это она дана на время тебе, это все его дочери, это все его сыновья. Как он относится к ним? Так вот, я умоляю тебя, никогда в жизни не суди никого, люби, прощай, благословляй, даже в самом кошмаре, потому что ты не знаешь, кто из никто. И некоторые из вас сидят здесь, вы затронуты этой болью до глубины, я знаю, что здесь есть эти люди, или вы знаете людей, которые в этой боли, вы знаете, что невозможно смотреть просто так на это. Очень просто плюнуть у того, у кого там, и сказать, что ты своих детей не воспитывал. Но очень страшно наблюдать это в собственной семье, когда ты все сделал возможное, чтобы воспитать своих детей, все возможное, и все равно это произошло. Почему? Бог показывает тебе, сынок, если ты, доченька, если ты своих детей любишь, оправдываешь, желаешь, ты им прощаешь все, даже не имеешь в виду, так это ты человек. А как же я, Бог, который, вы вообще мое, это твое по плоти, а вы мое по духу, вы мое всегда были. Это ты, дочь, родил и привык к ней. Можешь себе представить, Бог к тебе не привыкал, Он был влюблен в тебя всегда. Бог не привыкал к тебе, Он знал тебя, иногда я познал тебя, перед тем, как мать тебя зачала. Он пророку говорит, я познал, я все знал, и ты был в недре моем, ты давным-давно существовал во мне, ты часть моя, ты дух мой. Как же Ему не любить нас? Ты до сих пор думаешь, что Бог гневается на тебя, ты в огромном шоке и заблуждении. Оставь суд на день суда и не касайся никого никогда. Итак, объясню это место. Вы поняли, что здесь говорится? Смотри. Если с другой стороны, если в вас Христос, то даже если тела ваши мертвы вследствие греха, ты пережил какой-то кошмар, дух дает вам жизнь, ибо вы оправданы перед Богом. И так, как Дух, воскресивший Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Иисуса из мертвых дарует жизнь вашим смертельным телам через Духа, живущего в вас. Он внутри тебя. И если ты живешь, ты можешь выбрать жить в физическом мире, в плоти, в физической линии, во времени, или ты становишься духовной личностью, которая не живет временем, не живет событиями, не живет отрезками времени, не живет даже своими падениями, согрешениями, ты в Духе, подчиняешься Духу, ты оправдан навсегда, ты абсолютно другая субстанция. Вот поэтому по этой земле ходят абсолютно две категории разных людей. Мы вроде похожи друг на друга, но мы абсолютно, мы состоим из другого материала абсолютно. Дорогие мои, о, если бы вы знали, как, как глубоко то, что я сейчас говорю вам. Это абсолютно две разные материи по земле ходят. Ты говоришь, так это Серега, да это не Серега, это духовная личность, которая живет вне времени, оправданно, прощена. И он может помочь тебе, он может тебе рассказать такие глубинные вещи. Не вздумай относиться к человеку, это бездна премудрости, потому что в нем Бог, он подключен к небу. Почему мне очень, очень уникально, я люблю каждого, я люблю каждого, кто рожден свыше, потому что я знаю, что из вас в любой момент может выйти такое, к чему даже вы сами не готовы. Это будет шокировать весь мир, потому что это вытекло из тебя. Ты просто сказал, Господь, я подчиняюсь тебе. Что ты хочешь, я скажу, что ты хочешь, я сделаю. И ты потом будешь говорить, делать и удивляться самому себе. Потому что ты живешь по духу. Ты знаешь, что ты уже можешь радоваться невехте Христа, ты уже можешь радоваться законченной церкви, ты уже можешь радоваться спасению всего мира, если ты в духе. Если ты живешь по духу, ты уже радуешься спасению всего. Дорогие мои, даже если твоя дочь или сын не спасены, дорогие мои, вы даже не представляете, что может молитва праведника. Ты выходишь в дух и говоришь, Бог, я не отпущу мое дитё, из-за того, что он любит тебя так. Это дитё, оно может не каяться до конца жизни, но в конце жизни Бог возьмет, и ты придёшь на небо, и ты скажешь, вы знаете, мы удивимся с вами, когда попадём туда, кто находится там. Только потому, что наши физические глаза не видят физического выхода вперёд и покаяния. Это не говорит о том, что человек отдал свою жизнь Богу. Многие из нас отдали нашей жизни Богу ещё до выхода вперёд, в машине, в аварийной ситуации, перед смертью, в кошмаре, в боли. Ты уже скажешь, я твой! Ты уже рождён свыше! Ты просто вышел, потому что религиозная структура так говорила. Бог вообще разбойнику на кресте сказал, ныне будешь со мной. Он только признал Господи, он только назвал его Господи, моментальное рождение слышу, он признал его Богом. Ты будешь вспомнить обо мне, ныне будешь со мной. И здесь висит другая личность. О! Если ты Христос, вот тебе семя, и вот тебе плевел, вот оно. Если ты Христос, Бог, ты исселяй, давай, покажи нам очередное чудо. Сидит, вздыхает, точно на таком же кресте, прибитый так же. И сидит, понтуется. Вы знаете, что плевел, он никогда не признает Бога. Вот, послушайте сему семя сатаны, это откроет вам глаза. И поэтому я уже живу в абсолютно другом измерении, я уже верю в то, что церковь стала, я уже живу, как церковь стала, я уже хожу в песни, как будто все совершилось, я уже в абсолютно другом измерении. И я уже благодарю Бога за спасение всех, за кого я помолился, потому что я настолько верю в молитву, ни одна молитва не может быть забыта перед Богом. Бог достанет этого человека из-за того, что он любит тебя и меня, он не может пропустить. Поэтому, когда Бог тебе говорит, помолись за кого-то, помолись, поставь печать и знай, эта молитва теперь перед Богом. И Бог не может его не спасти. Человек может до конца упираться и говорить, я не отдам. И он может жить вне Бога, но в конце жизни он просто скажет, Бог приходит просветление. И он сам, не понимая, скажет несколько слов, которые спасут его душу от смерти, только потому, что тебе хотелось быть с этим человеком вместе на небе, и ты не хотел без него быть. Кто-то понимает, что есть любовь? Тебе не надо видеть покаяние, живи так, как будто он уже отдал свою жизнь Богу. Он еще там валяется, там со шприцом, ты подошел, погладил, сынулечка, ты уже на небе со мной. Кто-то понимает, что значит, что это не время? Почему мне так больно? Потому что мой брат, он проходит очень тяжелый момент, но он уже спасен. Он не сможет быть не спасен, потому что я стою перед ним и Богом. Я так и сказал, без него меня не беременна, он будет со мной. Почему мне так больно? Потому что, когда мы росли, я был старшим братом, и некоторые вещи я спровоцировал. Вы понимаете, да, что мне говорят? Старшие братья понимают, как младшие могут пойти по их стопам, и потом старший отдал свою жизнь Богу, а младший так и пошел. Я понимаю, так все должно было быть, чтобы у Бога был заступник перед глазами Бога. Я знаю, что он старается, он пытается. Я никогда, некоторые говорят, я опять упал в грех. Я говорю, он никогда не падал в грех, он спасен уже давным-давно. Я говорю, перестань смотреть физическими глазами. Даже он, не понимая. Я говорю, все нормально, ты спасен, успокойся. Если бы понимали силу, силу духа, силу молитвы, силу церкви, которая живет вне времени и молится вне времени, тебе не надо дожидаться события на земле, чтобы верить и знать и жить уже в будущем. Не надо дожидаться покаяния своих детей, покаяния... Тебе нужно просто сказать, в дух положить это, не просто там шепнуть, а реально, вы знаете, что такое положить в дух. это все твое существо говорит Богу реальность. Моисей вообще стал, он говорит, отойди, я их уничтожу, он сказал, и меня тоже. И Бог только ради Моисея помиловал всех. Естественно, потом они один за одним умерли, потому что это не могло войти в обетованную землю. Но ради Моисея Бог дал им жить еще 40 лет, любя Моисея. Ну, если ты не знаешь Бога, твоя молитва не имеет значения, ты... Бог не слышит тебя. Некоторые говорят, почему Бог не слышит меня? Потому что ты не просеяненен к нему. А, Иисус. Знаете, почему Бог не в депрессии? Если бы Бог был такой, как ты и я, то жизнь очень тяжелая. Жизнь страшная, ужасная. И как вы вообще можете улыбаться, когда происходят вот такие события? Дети пухнут от голода, кто-то заканчивает самоубийством, где-то происходит кошмар, и то, и то, и то. Ну, так успокойся, ты не Бог. Как Бог может на это смотреть? А Он уже давно на это посмотрел, все простил, все сделал, и ты будешь удивлен очень часто, кто на небе. И твои умозаключения, этот с Богом, этот не с Богом, этот, наверное, никогда не будет с Богом. Мы с вами ничего не знаем. Абсолютно ничего не понимаем. Все, что мы должны делать, это просто говорить, Бог, я не знаю ничего, но у меня сердце болит за эту личность. И я прошу тебя, я умоляю тебя, пожалуйста, пусть Он будет вместе с нами. И я уже благодарю тебя, я уже благодарю тебя. Знаете, почему я благодарю? Потому что я живу вне времени, я благодарю тебя за Его спасение. Аминь. И идешь дальше. Он внутри меня уже спасен. Я вижу, как у некоторых из вас конкретная сейчас боль. Бог говорит к вам. Поэтому у некоторых из вас есть эти очень серьезные проблемы с вашими сестрами, братьями, матерями, отцами, родственниками, которые сердце, и сердце ваше рвется на куски. Я вам сразу же говорю, дорогие мои, произнесите настоящую молитву перед Богом и успокойтесь навсегда, отдайте. Знаете, никогда этот человек не уйдет без Бога. Даже он будет противиться Богу всю жизнь. Только по твоей молитве. Потому что Бог любит тебя. Ты Его друг. Ты знаешь, что даже на земле твой друг из-за уважения и любви к тебе исполнит твою просьбу. Так вот, Бог, Он не только твой Бог спаситель, Он еще является твоим другом. Он может исполнить твою просьбу. Ты просто пишешь, папочка, пожалуйста. Вы знаете, один раз у меня был мой, у меня есть мой трое родные браты. И когда я уезжал в Америку, мы пошли на базар. И он, знаете, он очень бедный был тогда, отца не было. И знаете, а мы более-менее жили так, ну, неплохо по стандартам Советского Союза еще тогда. И мы поехали на базар, знаете, там купить спортивный костюм. Там и там кроссовки чуть обновиться, знаете. И он ехал, и он поехал со мной, просто поехал со мной, знаете. И когда я примерял костюм, знаете, и была моя мама, я и мой трое родные брат. Вы знаете, и когда я примерял костюм, знаете, и я примерял, и я видел, он не мог произнести ни слова. Он был абсолютно бедным человеком. Он ходил в одних и тех же брюках, в одной и той же рубашке. Вы знаете, о чем я говорю? Некоторые из вас понимают. Абсолютно одна. Он ее постоянно стирал, каждый день. Все, вот все, что было, ничего больше не было, знаете. И я просто смотрел, как с какой, знаете, жадностью он смотрел. Я это увидел, и меня это так просто накрыло. Я тогда еще с Богом не был, но оно просто накрыло меня. Вы знаете, я подхожу к моей маме, говорю, Ма, слушай, я не могу на это смотреть. Пожалуйста, возьми ему то же самое. Мама не смотрит. Мама, и только из-за уважения ко мне купила ему все то же самое. Тот же костюм, те же кроссовки, только из-за любви ко мне, из-за любви к сыну. Дорогие, вы знаете, что у Бога то же самое. Может, у мамы нет никакого отношения к этому троюродному брату, но у мамы есть отношение к тебе. Вы понимаете, почему, почему это так важно, так важно произнести. Много может молитва праведного, усиленная, много. Вот когда ты сделаешь эту усиленную молитву, не просто там, а реально вложишь жизнь туда и скажешь, Бог, я прошу тебя, любимый, я не смогу так жить, когда они нищие и бедные, я молю тебя. Ради отношения, любви ко мне, пожалуйста, коснись его жизнь, и вы увидите. Не здесь, там. Здесь классно. Не увидите, живите, как будто уже видите, вы вне времени, успокойтесь. Перестань жить тем, что ты видишь, потому что ты не видишь многого, и прямо сейчас, даже много до тебя не доступно ничего, того, что доступно до Духа и до Бога. Тебе просто нужно жить верой, что все есть, все существует, быть доступным к Духу и жить вообще в другом измерении. Прочитаем еще. Сегодня все, чисто Библия будет, я гаранчиваю. Вам нравится чтение? О, мне так нравится. Вы знаете, я вот примерно так, вот я провожу время с Богом, я начинаю, и она просто, Библия меня рвет на куски. Некоторые говорят, вы знаете, я иногда с одного стиха не могу соскочить по месяцу. По месяцу! Сколько ты глав читаешь? Говорю, да я не могу из одного стиха соскочить, только прет с него. Пойдусь из этого стиха, когда закончится, ну, по крайней мере, на данный момент. Смотри. Итак, мы прочитаем Атеана 8 глава с 1 стиха. Сейчас мы будем читать уже слова Иисуса. Так, давайте с 1 не будем. Итак, здесь Илеонская гора. Сейчас я быстренько пройду. Окей, давайте начнем законников и фарисеев. Давайте просто прочитаем эту главу. Некоторые вещи я задержусь, некоторые вещи просто послушайте. Как уникальную историю. И после этого, как мы прочитаем вот эту главу, да, мы возьмем главу. Сегодня ты целую главу прочитал. Можешь спать спокойно. Не просто прочитал. Углубился. Углубился. Итак, вечная проблема жизни и смерти. Вечная проблема плевелов и семени. Вечная проблема фарисеев и Христа. Итак, законники и фарисеи. Давайте с 3 стиха. Итак, Иоанна 8 глава с 3 стиха. Красотища. Законники и фарисеи привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии, и поставили ее перед народом. Ох, спектакли любят религиозники. Ой, любят. Любят разбирать сколько, с кем, в какой позе, в какое время дня и ночи. Ой, любят. Выставляют ее, выставляют его. И все смоклуют. Потому что внутри все блудяги, развратники, им нравится копаться в этих червях. Никто не хочет просиди, нравится лезть туда, копаться. Они любят ловить вот этих женщин, мужчин, уличенных в грехе, и копаться, наслаждаться их падением, копаться в грязи. Это их натура, натура плевелов. Они никогда не могут простить и забыть. Они будут рыть, рыть, пока человек самоубийством не закончится. У нас в одной церкви, в одной церкви в Сиэтле, каждый год кто-то вешается или стреляется после братского совета. Правда, истину говорю. Спросите, он с моей церкви у людей, они все в курсе. Что Богом и не пахло никогда в жизни. Законники и фарисеи привели к Нему эту женщину, леченную при любодьяне. Ох, они думали, попался Иисус, теперь мы Его по закону побьем камнями вместе с этой блудницей. Вот оно, наш час и день настал. Они долго вылавливали ее, долго наблюдали, чтобы привести к Христу. Поставили ее перед народом и сказали Ему. Вы видите, что им даже плевать на нее, на народ. Они привели именно там, где был Он. Знаете, они ее поставили перед народом, но сказали не народ, сказали Ему. И сказали Учитель, Учитель. Они были резко, теперь он уже у них не Сатана, он что-то Учителем стал на этот период времени. Они типа, мы с тобой, ты Учитель. Мы хотим узнать просто твое мнение, пастор. Как ты поступишь в этой ситуации, пастор? Эти плевелы, они везде, они повсюду, они насаждаются. Ты говоришь, а почему они в моей церкви? Ну, написано, аж как только поселили себе. Сразу туда же и плевел воткнули. Плевел не сеет, где плевел, и плевел сеет, где семя. Думаешь, ну вот же, только началось движение, и сразу какая-то хрень поперла. Пришел врахий, все нормально. И вот оно. И сказали Учитель, эту женщину, мы застали, когда она совершала. Это не просто, знаете, они вылавливали только женщину, чтобы поймать с поличным. Не просто, мы знаем, что она блудница, это бы не пошло. Иисус бы сказал, откуда вы знаете? Они ее поймали с поличным, с наркотиками в кармане, с иглой. Они поймали, вот она, с бутылкой, в этом, знаете, в баре. Поймали и привели к Иисусу. О, видишь, еще бутылка не просохла. Вот он, тварюка. Некоторые зазнают глубину того, что я сказал. Смотри, эта женщина застали, как она нас совершала при львадеянии. Мы наблюдали, мы смотрели эту порнуху. А где мужики? Вот просто вопрос. А мужик, наверное, был подставной. Ну, это так, мысля. Это свой из братьев был. Он просто был на миссии в этот раз. Ладно, я бы рассказал бы. Смотри, и так. Он был на задании. Мы поймали, когда она совершала при львадеянии. Пятый стих. Закон Моисея велит нам побивать таких женщин камнями. А что ты скажешь? Вау! Я наслаждаюсь Иисусом. Как можно не коснуться ни закона, ни своих умозаключений, ни догм, ни доктрин, ни уровней, ни глубин, и заткнуть всех? я молю Бога о такой мудрости каждый день. Смотри, он им не сказал то, 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 ничего, вообще, спокойно, смотри, и скажем, что ты делаешь? Закон Моисея, а ты что скажешь? Они спросили, чтобы испытать Его и обратить Его ответ против Него же. Но Иисус опустился на колени и стал пальцем чертить что-то по земле. Они продолжали спрашивать Его. Иисус, наверное, на нервы действовал. Тогда Он поднялся и сказал им, тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит в Нее камень. Вау! И снова, опустившись на колени, стал чертить пальцем по земле. Что так, между прочим? Понял? Понял? Некоторые люди, она же в блуде поймана. Реакцию Иисуса кто-то тут заметил? Ах! Как наши братья, знаешь, они как будто она. Иисус вообще сид рисует, что-то. Она в блуде. Ах, да, да. Мы ее поймали прямо там. Ах, да, да. Вы чувствуете реакцию Бога? Вы знаете, это реакция Бога, которого пытались удивить. Здесь глубина. Здесь мудрость. Кто имеет мудрость? Знаете, для него такая новость была. Я был, я просто смотрю, я просто, Христос упал. Кто? Поймали. Прямо сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, да. Скин. Иисус. Да? Блуд? И вот он же знает, что они все пропитаны грязью. Просто их не поймали. А знаете, почему они, никто даже не дернулся? Потому что они знали, что Иисус может быть не тот, кто Он говорит, но то, что Он пророк. И очень точный пророк, верили все. И сейчас бы взошла подноготняя очень ни одного епископа. А что ты скажешь? А он так, а, выхоти, я все же сказал, да? Окей. Кто из вас без, не имеет греха? Ну, просто вот. Кто из вас вот сразу камешки? Пуп! Пуп! Смотри, смотри, как интересно. И снова опустившись на колени, стал чертить пальцем по земле. Услышав это, старшие, ну, сипископу началось, из них стали расходиться. Затем последовали депастора и декана. Слушай. Услышав это, старшие из них стали расходиться. За ними последовали и остальные. Иисус остался один с женщиной, которая все еще стояла перед Ним. Иисус поднялся, сказал, о, эй, а где все? Мне нравится, мне нравится, знаете, в стену не написано, где обвинители твои? Иисус спокойный был, он чертил пальцем, чего-то, он не пытался выглядеть, знаете, политически корректным. смотри, смотри, в оригинале из греческого написано так, женщина, а где они все? Как будто Иисус хотел узнать новость, да он знал где. Они быстрее смотали удочки, потому что, о, мэн, сейчас кисли скажет, Христос, ты меня не видел, я это не говорил. «Женщина, где они все? Что же никто тебя не осудил?» Она ответила, «Ты никто, Господи!» Смотри, она даже сама типа в шоке была. Иисус сказал, «Я тоже тебя не осуждаю, вступай, впредь не греши». Позднее Иисус снова говорил с народом, «Я свет в мире, это, кто будет следовать за мной, никогда не будет ходить во тьме, ибо свет, несущий жизнь, всегда будет с ним». Ты в свете. Ты освященная личность. Смотри дальше. И здесь мы подходим опять. Недолго Иисус говорил притчу, к нему опять пришли плевелы. Они просто так не отпускали его, у них не получилось, они пришли, там размялись и так. Братья, что у вас есть следующее? Предложение, да, вот что сейчас будем делать с этим Иисусом? Вся их жизнь была вокруг Иисуса. Ты заметил, как все вращается вокруг живых людей? Вот у них даже, у этих плевел, у них даже жизни нет, им спокойно не поется псалмы. Пока ты живой. Смотри. И вот пришли опять плевелы. Смотри. 13 стих. «Тогда фарисеи сказали ему, все это ты сам о себе говоришь, и поэтому мы не можем считать это истиной». Смотри, какие тут пошли. Иисус здесь начал, мне кажется, Он специально начал говорить на таком языке, который невозможно было понять вообще фарисеям. Он просто их убил, размазал мозги по стенам и ушел посмеясь. Серьезно, вот эта глава, она заканчивается самым смешным, чем только можно. Смотри, давайте прочитаем. Быстрее сейчас будешь смеяться. Из 14 стих Иисуса ответил, «Если я сам о себе свидетельствую, люди могут верить этому, ибо я знаю, откуда я пришел и куда иду». Ты заметил, каким уверенным был Иисус? Ты знаешь, вот таким уверенным должен быть ты. Тоже спокойно говорит, «Мы тебе не верим». Он говорит, «А я верю и себе, и Богу, и я знаю, откуда я». Докажи. Никто не надо. А что я тебе что-то доказывать должен? Скажи мне, что ты кому-то должен вообще доказывать? Зачем? Спокойненько рассказал, успокоился и пошел себе дальше. А мы тебе не верим. Повернись, как будто я работаю на веру вашу. Вот вся моя жизнь заключается, чтобы брат Степан поверил в меня. И теперь я жить не буду, спать не буду, буду доказывать ему до конца жизни моей, что я от Бога. Если я сам о себе свидетельствую, люди могут верить этому, ибо я знаю, откуда пришел и куда иду. Вы же не знаете, откуда я и куда иду. Фарисеи ничего не ответили, потому что они были уверены, да, они ничего не знают. Точка. Пятнадцатый стих. Вы судите обо всем по плоти. Вот откуда все идет. Вот оно. Я никого не сужу. Можете себе представить? Иисус, не умерший на кресте, жил вне времени, и говорит, я уже никого не сужу. Никого. Вообще. Если же я сужу о чем-то, то мое суждение истинно, ибо я не одинок, а отец, пославший меня, и я ссудим вместе. Смотри, как Иисус прикалывался. Он говорит, я и отец, мы ссудим вместе. Ну, представь, для фарисеев, они вообще не уверены. Он говорит, ты сам себе светишься. Он говорит, нет, папа бы мне тоже светишься. Они такие, ну, докажи, где папа? Смотри, как он над ними издевался. Он просто издевался над ними. Отец и я, пославший меня, я и ссудим вместе. А в вашем законе записано, что если двое утверждают одно и то же, то вы должны согласиться с их свидетельством. Ну, скажи мне, не издевательство ли это? Они такие, знаешь, отец говорит из духа, с которым рядом стоит Бог. Они его слушают по плоти, они... Где вас двое? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе? А, вас уже двое, Христов! Можете себе представить, это просто издевательство, и у них там уже крыша съезжала. Он говорит, ты сам о себе свидетельствишь, и говорит, нет, у нас двое. Я и Отец. Читаем дальше, да, сейчас тут пласты идут. Смотри. А ваше законное, что двое утверждает одно и то же, то вы должны согласиться с их свидетельством. Я говорю сам, я говорю о себе сам, и Отец, пославший меня, свидетельствует в мою пользу. Можете представить, издевательство? А потом он им дальше говорит, а вы просто не слышите, у вас ни ума, ни ушей, ничего. Говорит, вы не слышите свидетельства моего отца. Смотри. Я говорю сам о себе, и Отец, пославший меня, свидетельствует в мою пользу. Тогда они спросили его, где же Отец твой? Ну вот оно, видите, оно сюда все шло. Типа как бы, ага, ну и? Где же Отец твой? Смотрите, тут такие же приколы начнутся. Это такой, это целый фильм здесь вообще. Смотри. Иисус ответил, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Все это говорил Иисус, когда проповедовал во дворе храма, стоя возле сокровищницы, и никто не схватил его, ибо время еще не пришло. И сказал он им снова, я покидаю вас, и вы будете искать меня, и умрете со своими грехами. Это он плевелом говорил. Вы не можете идти туда, куда я иду. Он просто издевался над ними. Они говорят, что? Куда? Какие грехи? О чем ты говоришь, Иисус? Ты когда читаешь, если подходить к этим вещам фарисийскими мозгами, то там ничего не понятно. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пу. Смотри, что фарисии подумали. Тогда и удели стали спрашивать друг друга. Он, наверное, убьет себя сам. Прикинь, это ну до чего мозги доходят, да? Смотри. Ведь сказал же, вы не можете и туда, куда я иду. Он сказал, а он издевался, он ничего не объяснял, он просто валил, валил, валил. Он сказал, вы все отсюда снизу. Я же свыше. Вы от этого мира. Я же не от этого мира. Можете представить, стоит пацан, которому 30 лет, и издевается над 70-летними с седыми бородами. Нет, ты представь, это в твоем понимании, это стоит Иисус. Нет, это стоял народ, стоял парень. Простейший парень. Стояли епископа, наученные авторитеты. И он сидел и издевался с них. Я и отец одно. В конце концов, он там вообще такую бомбу сбросил. Давайте дочитаем. Смотри. Он сказал им, вы все отсюда снизу, я свыше. Вы от этого мира, я же не от этого мира. И поэтому я сказал им, что вы все умрете во грехах ваших. Да, вы все умрете со своими грехами. Если не уверуете, что я есть, я, я есть сущий. Бэм. Слушай внимательно. Это имя было запрещено упоминать вообще. Сущий это была святыня неприкосновенная. Это этим именем может называться только сам Бог. И оно может исходить только со священника уст. И здесь стоит пацан тридцатилетний и говорит, я, сущий. Можешь себе представить распсиховавшихся епископов. О, тут уже все. Они все, братья. Мы видели все. Братья, теперь мы слышали все. О, смотри. Ну, Иисус, ну ты же понимаешь, что они не примут тебя. А Он все равно сказал. Э-э-э. Я сущий. Фух. Там, наверное, учеников там дрожь пробило, когда Он это сказал. Смотри. Если не уверуете в то, что я сущий, тогда они спросили Его, кто же ты? Иисус. 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 Продолжение следует...